Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня у меня закупка продуктов на 5000 рублей. Ну, может быть, чуть-чуть подороже. Честно говоря, не совсем помню, сколько на рынке потратила. Закупка продуктов у меня магазин Метро и рынок Бухта. Здесь есть продукты, которые я купила, ну, то есть они как бы не первой необходимости, так скажем, уже, ну, закупаюсь, так можно сказать, к Новому году. Потому что, честно говоря, зайдя в магазин, я была шокирована нынешними ценами. Цены подорожали на 20-30, а то, может быть, и больше рублей. Ну, может быть, не на все продукты, но на большинство продуктов. И поэтому то, что вот было по скидке, то, что я знаю, что мне пригодится к новогоднему столу, да, в новогодние праздники, я закупилась побольше. Итак, рынок, значит, первое, что я купила, а по ценам также то, что я вспомню, я буду говорить. То, что я, ну, по ценам не вспомню, то буду подписывать. Итак, рынок взяла лепешку, она стоила 40 рублей, одна штучка. Дальше на рынке взяла сливочное масло. Вот такой вот сервелат московский, варенок, копченый. Честно говоря, не помню, по-моему, уже брали такой. Вот этот вот Микоян Золотой Стандарт уже брали, вкусная колбаска, нам нравится. Единственное, что я забыла взять именно вот чек накладную, вот на эти три товара, но за это все я отдала 734 рубля. Вот, то есть три продукта. Не знаю, что, почем конкретно стоит. Дальше взяла упаковку макарон, 50 рублей. Всегда такие беру, хорошие макароны, и дешевле всех стоят здесь 700 грамм. Также взяла рис Аро, тоже очень мне нравится, длиннозерный. Брала недавно в Ашане, но, в принципе, для меня одно и то же. Мне кто-то написал, что в Ашане, который именно Ашановский, вот этот рис, он лучше. Не знаю, по мне они вообще, в принципе, одинаковые, что тот нормальный, что тот нормальный. Еще мне очень нравится рис от Аро пропаренный, тоже очень вкусный. Так, дальше взяла сливки, литр. Мои любимые сливки для взбивания, вот, на кондитерку. Вообще, самые отличные сливки. Здесь литр, и этот литр, как раз я взяла вот к Новому году, потому что он стоил 200, то ли 89 рублей, то ли 269 рублей. А вообще, эта цена, вот, 269 рублей. Ну, образно, я подпишу, сколько стоит, не помню точно. Стоит 0,5 сливок, а здесь литр. Вот это к Новому году. Молоко 69 рублей. Масло также подорожало. Раньше я брала масло Аро, но его почему-то очень давно нет в Метро. Уже две недели его нет в Метро. Масло раньше такое, вот, слобода, знаете, золотая семечка, олень, настоило по акции 89 рублей. Сейчас 114 рублей, и это по акции. Также очень захотелось мне ананас, хотя ананас мы недавно тоже кушали, но хотела взять хурму, но что-то мне рука не позволила за 400 рублей взять хурму. А там была еще за 90, она какая-то прям совсем некрасивая. В общем, ананас, вот этот вот, 99 рублей за килограмм, здесь вышел на 199 рублей. Взяла вот такой сыр, не помню, сколько стоит, 170 с чем-то, он был по акции. Это как раз вот к Новому году две пачки я взяла. Кстати, я очень расстроилась, что также в Метро нет моего сыра. Обычно я беру сыр Хохланд, именно вот для кондитерской выпечки. Он продается 800 грамм, в такой вот длинной упаковочке, либо в такой большой круглой упаковочке по 2 килограмма. Его вообще никакого не было. Если его уберут из ассортимента Метро, я очень расстроюсь, потому что сыр, ну, тот для выпечки, вот для кремов лучше. Ну, взяла вот такой, потому что он был по акции, две упаковки. Подпишу точную стоимость. Так, взяла баночку скумбрии. Тоже не помню, сколько стоит, но подпишу. Дальше сахар. Ну, и, конечно же, я не помню, сколько он стоит. Тоже подпишу. Майонез. И тоже не помню, сколько стоит. Так, ладно, буду подписывать то, что не помню. Так, взяла две баночки огурчиков, маринованные и соленые. Возможно, это останется до Нового года, но не знаю, потому что я очень люблю огурцы, особенно маринованные, а муж у меня, наоборот, любит соленые, поэтому я взяла и такие, и такие. Ну, посмотрим. Доживут, доживут, не доживут, не доживут. Они обе были по акции. Обе, правильно? Нет. По 79 рублей за баночку. Также сметана. 58 рублей. Не было коровки из кореновки, поэтому я взяла вот такую просто квашеную. 15 процентов. Так, это маслины. Маслины без косточки. Никогда не брала такую фирму. 104 рубля. Также про запас. Взяла вот индейку, которую, в принципе, я ем. Она вкусная. И вот предпочитаю лучше съесть ее, чем вот колбасу. Колбасу у меня муж кушает. Она была тоже по акции, по-моему, по 179 рублей, но я подпишу, если я неправильно говорю. Я поэтому... А так она стоит за 300. Там почти 350 рублей вот за такую большую упаковку, за 800 грамм. Поэтому я взяла две штуки. Здесь сроки. Вот этого срока, ну, хороший, до следующего года. Так что до следующего года это еще съесться, если еще впереди Новый год. Поэтому вот. Также взяла вот тоже про запас селедку, вот такую в масле. То есть, ну, тоже до Нового года. Здесь срок до 3-го, 0-3-го. 21-го года. То есть, до следующего года это точно съесться. Ну, потому что цена была тоже очень хорошая. По скидке подпишу, не помню, сколько стоит. Что-то в этой закупке я много чего не помню, сколько стоит. Так, на рынке. Также я взяла сыр. Сыр раньше Гауда, вот здесь вот у меня, килограмм, стоило 400 рублей. Сейчас 430 рублей. Также взяла сыр моцарелла. Честно говоря, я не знаю, сколько здесь. Вот за это я отдала 635 рублей. Вот за эти два кусочка. Вот здесь не знаю, сколько я попросила. Половинку целого куска. Меньше не делают. Также хлебушек, я не помню, сказала или нет. Ну, в общем, хлебушек я тоже не помню, сколько стоит. Также взяла чай. Вообще я, ну, особо мы не такие прям чайманы. Вот. Ну, взяла, в общем, который был по акции 119 рублей. Принцесса Нури. Также взяла сгущенное молоко. Вот коровка из кореновки. Она по акции была 74 рубля. Так, чеснок. 5 штучек здесь у меня за килограмм 200 рублей. Ну, грубо говоря, 41 рубль. Куриные яйца. Не помню тоже, сколько стоит, но выбирала самые дешевые категорию С1. Вот так. Дальше продвигаемся. Здесь у нас получается морковка. Ну, овощи в основном я беру у нас здесь, как бы, ну, на районе, чтобы мне не тащить. В принципе, цены, они, ну, одинаковые. Так, взяла одну морковку, потому что она мне понадобится в ближайшие дни. Морковка по 18-90 за килограмм. Все, уже огурцов нормальных нету, помидоров тоже нормальных нету. Взяла вот тоже так. Тут вот, по-моему, 5 штучек, что ли, огурчиков. 159,90 за килограмм. Также помидорчики. Вот три штучки уже все, они такие, знаете. Ну, ненормальные помидорчики. Ладно. 129 рублей за килограмм. Самые дешевые взяла. Тоже мне нужны будут просто на днях. Укроп 39 рублей. Вот за эту упаковочку 7, нет. Не помню. Ой, не помню. 70 грамм. Здесь укроп подпишу. Также взяла маленький вот такой вилочек пекинской капусты. Так, 69 рублей за килограмм. У меня здесь, видите, даже 315 рублей. Я вообще, на самом деле, второй раз в жизни вижу такие вот маленькие. Обычно они такие огромные продаются. Недавно покупала тоже маленькие. Так, взяла вот такое вот слоеное тесто. Слоеное тесто именно метровское. Никогда не обращала на него внимания. Слоеное тесто. Я как бы тоже умею делать, но оно так долго делается, поэтому слоеное тесто в основном я покупаю. Каюсь, признаюсь. Я не знаю за сколько. 119 рублей. То ли это было 119 рублей за килограмм, хотя обычно за упаковку. Но я подпишу. В общем, здесь 2 килограмма за 119 рублей. Даже если килограмм за 119 рублей, это, ну, как бы выгодно, мне кажется. Так, картошка. 20 рублей, ну, 20.90, короче, за килограмм. Взяла тоже так вот, знаете, по чуть-чуть, чтобы было, потому что у меня вообще нету закончилось. Так, из мяса. Я, честно говоря, очень удивлена, что в метро прям очень какой-то, ну, то ли все просто позаканчивалось, хотела взять несколько куриц и разделать их. Не было никаких куриц, только домашние, там по 400 рублей, естественно, я такую брать не стала. Грудка самая дешевая была, по-моему, по 169 рублей за килограмм. Тоже не стала брать. Думаю, у меня есть приложение Едодил, буду отслеживать там скидки и вот буду ездить где подешевле, там покупать куриную грудку, там или ту же самую курицу. Курица тоже подорожала, грудка подорожала, в общем, цены, конечно, сейчас просто шокируют. Вот эту я взяла, она была по акции, не помню, сколько стоит вот эту, вот это бедро. Не помню, сколько стоит, подпишу, по-моему, 159 рублей. И карбонат с свиной взяла 289 рублей за килограмм. Также еще пельмени, такие обычные, стандартные, традиционные. На самом деле, пора бы уже и самой начать делать пельмени. Но они бюджетные, вроде как по вкусу, насколько я помню, хотя я давно их не ела, но вроде нормальные должны быть. Кто покупал в последний раз? Я, кстати, давно их не ела. У меня муж очень любит просто пельмени. Ну и, собственно, это была вся моя закупочка. Если вы заметите, у меня здесь нету никаких особо полуфабрикатов, ну, кроме колбас, да, я имею в виду сосисок, сарделек нет, потому что, ну, только пельмени вот одна пачечка. Потому что у меня еще осталось, поэтому не стала покупать. В общем, это была вся моя закупочка. Надеюсь, вам видео понравилось, было интересно. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, написать какой-нибудь комментарий. Всем пока-пока и хорошего настроения!